Объясняем, почему боговдохновенные тексты изменяются и исправляются, праведники ведут себя аморально, а современный святейший патриарх живет не так, как жили древние святые. А поможет нам разобраться принцип историзма, то есть исторические факты, любое историческое явление и событие следует изучать в соответствии с исторической обстановкой в их взаимосвязи, взаимообусловленности и развитии. То есть термины боговдохновенный текст, праведник или святой надо понимать так, как их понимал древний автор, употребивший их в древних текстах, а не так, как это понимают современные люди. Принцип историзма кажется очевидным, но религиозным деятелям на него, как правило, строго пофиг. А это потому, что авторитетные богословы жили в донаучную эпоху, когда еще не было принципа историзма. К сожалению, у современных религиозных деятелей принято ссылаться на мысли древних богословов, а не на религиозные догматы. Если бы так было в математике, то школьник, доказывая теорему Пифагора, не рисовал бы пифагоровые штаны, а ссылался бы на тетрадку отличника, который учился в этой школе сто лет назад. Средневековый монах, толкуя Библию, добросовестно заблуждался, считая, что библейские персонажи жили и мыслили точно так же, как его современники. А это не так! А современные религиозные деятели учатся по трудам древних богословов, у которых еще не было принципа историзма, равно как и других критериев научности. Например, те, кто составлял канон книг священного писания по имени Библия, называли боговдохновенными текстами, тексты, которые полностью соответствуют христианскому верлучению. Их не смущало, что эти тексты могут быть в разных редакциях и в разных переводах. А для средневекового монаха, который уже не знал, как создавалась Библия, понятие «богооткровенный текст» воспринималось как нечто таинственное, появившееся сверхъестественным образом. В Библии праведником назывался тот, кто совершал правильные религиозные обряды в правильном месте для правильного Бога. При этом он жил при рабовладельческом строе, когда отношение к человеку как к вещи было нормой. А заодно нормой было и то, что у нас назвали бы педофилией, нацизмом, геноцидом, холокостом, диктатурой. А еще нормой было убить всех младенцев в городе, потому что астролог предсказал, что в этом городе родится царь, который потом свергнет существующего царя. А также вполне нормально было отрубить голову политзаключенному, потому что по пьяни что-то наобещал своей дочери. Это не потому, что Библия экстремистская, а потому что мир был более жестоким. Термин «святой» сначала применялся ко всем христианам, соответственно, титулы с упоминанием святости означали положение в церковной иерархии. А морально-нравственные качества со словом «святой» стали ассоциироваться благодаря сборникам тематической билетристики по имени Четья Минеи. Они же жития святых. Один под редакцией святителя Макария, другой под редакцией Дмитрия Ростовского. С пометкой «На основе реальных событий и любое совпадение с реальными историческими персонажами случайно». Задавайте нам в комментариях провокационные вопросы на тему церковь и религия. На самые интересные из них мы запишем видео.